Музей Космонавтики Перед вами находится спутник-2, именно на борту него находилась первая космическая путешественница. Лайка находилась внутри специального герметичного контейнера, в котором были созданы все условия жизнеобеспечения. Мы с вами знаем, что спутники на Землю не возвращаются, к большому сожалению, и возвращение собачки Лайки не планировали с самого начала. Нашим ученым нужно было узнать, как невесомость действует на живой организм. Изначально Лайка в космосе должна прожить около недели. Почему? Настолько была рассчитана система ее жизнеобеспечения. Но что происходило на самом деле? Стенки контейнера нагревались. Внутри было достаточно жарко, и к большому сожалению, собачка Лайка погибает от перегрева примерно на шестом часу своего полета. Лайка настоящая героиня. Сной своей жизни Лайка доказала всему нашему человечеству, что в будущем в космос сможет полететь человек. Нашим ученым предстояло еще решить одну важную задачу – научиться возвращать живые организмы обратно на Землю. И самые знаменитые собаки – это Белка и Стрелка, которые вернулись обратно из космоса живые, здоровые и невредимые. В Московском музее космонавтики вы можете увидеть настоящую чучело самых знаменитых собак – Белку и Стрелку. А вот полетели в космос Белка и Стрелка 19 августа в 1960 году. Вместе с ними была целая команда. Это были крысы, мыши, клетки нашей человеческой кожи. Белка и Стрелка облетели нашу планету 17 раз. Примерно за 25 часов потом удачно вернулись на Землю. Не переживайте, все было хорошо после полета у Белки и Стрелки. Долгая, счастливая и знаменитая жизнь. Некоторые даже шутили над ними и говорили, что после возвращения их настолько любят, что кормят только докторской колбасой. Между прочим, у Стрелки после полета даже было потомство. Щенки и одного щенка Стрелки подарили жне американского президента Жаклин Кеннеди. Между прочим, в Московском музее космонавтики находится настоящий подлинный катапультируемый контейнер, с помощью которого Белка и Стрелка вернулись обратно на Землю. Как вы это можете понять, на передней части контейнера находятся вмятины, которые были сделаны, когда контейнер соприкасался с Землей. А теперь, внимание, вопрос. Для первых орбитальных космических полетов подбирали именно собак девочек. Как вы думаете, почему? Пишите нам в комментарии. Ну и, конечно, мне будет очень интересно узнать, есть ли у вас свои домашние животные, как их зовут и хотели бы вы их отправить в космос. С вами был Московский музей космонавтики. Я ни в коем случае не прощаюсь. Всем вам, я говорю, до новых встреч. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки под видео. Субтитры создавал DimaTorzok